Третий ребенок Кристины Михалап появился на свет в понедельник в 10.10. Мама говорит, волновалась, но все прошло на высоте. Вес 3,200, рост 49 сантиметров. В комфортабельной палате продумано все до мелочей. Есть пеленальный столик с подогревом, весы для младенцев, предусмотрены подача кислорода и кнопки экстренного вызова. Малышка София уже готовится отправиться домой и познакомиться со старшими братьями. После кесарева тяжело, вообще процесс тяжелый. Ну, быстро восстанавливаешься, когда особенно приносит ребеночка. Спасибо врачам, что они помогают всегда. На базе роддома функционирует межрайонный перинатальный центр. Оборудование самое современное. С каждым годом становится лучше. В 2022-м за счет республиканского бюджета пополнилось двумя аппаратами УЗИ экспертного класса. Это позволило выйти на более высокий уровень диагностики врожденных пороков и аномалий развития на ранних сроках беременности. При уявлении аномалий в ранние сроки, в первый триместр, это срок 11-13 недель, это значительно позволяет нам более в ранний срок провести дополнительные какие-то исследования, установить и подтвердить наличие данного порока. Также привлекаются специалисты областного и республиканского уровня консультаций, назначается дополнительное обследование таким женщинам. В Бобруйском роддоме функционирует срочная лаборатория. Здесь можно делать практически все – от общего анализа крови до самых сложных биохимических исследований. Медуслугами могут воспользоваться не только пациенты. Высочайший профессионализм, внимательное и доброжелательное отношение персонала гарантировано. По любым вопросам можно обратиться и к главному врачу. Буквально на прошлой неделе ко мне пришла женщина, которая родила у нас старого ребенка. Она поблагодарила весь коллектив в моем лице за профессионализм и доброжелательное отношение и сказала, в очень скором времени придется к нам вновь за третьим кульком своего счастья. Во время реконструкции 2014-го здесь модернизировали взрослое и детское реанимационное отделение, операционный блок, установили медтехнику последнего поколения. За этот период уже родилось более 24 тысяч малышей. Такое количество можно сравнить с населением небольшого города. В 2022-м тут уже услышали первый крик 2000 младенцев, из них 14 двоен. Сейчас врачи гадают, сколько ребят появится на свет в новогоднюю ночь. В прошлую это были мальчик и девочка.